Армию учит отличать врагов внешних от внутренних. Армии и войны, проблемы национальной политики 24 мая 14 часов армию учит отличать врагов внешних от внутренних. Секретный опросник Минобороны, по данным оппозиции, выясняет готовность солдат стрелять по протестующим. Виктор Сакюрка. Комментарии в просмотров 3978. Фото, Виталий Невар, ТАСС. Писатель Александр Куприн в поединке описывал, как ефрейтор Сироштан учил солдат определять врагов согласно уставу. Теперь скажи, Овечкин, кого мы называем врагами внешними? Французы, немцы, итальянцы, турки, европейцы, Индии. Годи, обрывает его Сироштан, этого уже в уставе не значится. А кого мы называем врагами внутренними? Овечкин вскакивает и радостно кричит, так это бунтовщики, студенты, конокрады, сжиды и поляки. Незамысловато, но вполне доходчиво политическая лояльность армии всегда считалась необходимым условием для любого режима в стране. Русская армия только во время царствования Николая Ти принимала участие в расстрелах бастующих и восставших около 15 раз, самым известным из которых считается 9 января 1905 года Кровавое Воскресенье, когда в Петербурге было убито 1200 и ранено более 5000 рабочих, вышедших на мирное шествие. Не исключение и нынешняя российская армия, которая воспитывается на принципах патриотизма, верности присяги, почитании начальства и руководства страной. В каждой казарме присутствует портрет верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, непременно с их цитатами о важности и значимости армии в структуре российской государственности. Критика руководства не допускается как таковая, и пусть это не официальная установка, не закрепленная распоряжениями, а тем более уставами, но априори президент для военных самый главный начальник, приказы которого не обсуждаются. Впрочем, в истории современной России армию не разу, за исключением двух войн в Чечне, где боевые действия велись с сепаратистами, против гражданского населения не использовали. Сохраним ли Россию? Юрий Болдырев о новых угрозах и уроках прошлого к 30-летию Первого съезда народных депутатов СССР. Достаточно удивительным на этом фоне выглядит нынешнее обсуждение откровений некого спецназовца, который поведал в Тюменском штабе Навального, о специальных опросниках для военнослужащих, в которых офицерами Минобороны из Москвы выясняется, готовы ли они применить оружие против митингующих. Тут есть ряд сомнений в достоверности проведения подобного мониторинга. Во-первых, из-за принадлежности разоткровенничавшегося сержанта, старшина второй статьи, к подразделению 159-го отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными средствами. Предназначение подобных подразделений заключается в выполнении боевых задач в портах, акваториях и на побережье противника. Территориально они подчиняются командованию военно-морской базы, а оперативно командующему флотом и курирующему заместителю. То есть это флотский спецназ, который при всей своей крутизне и боевой подготовке в разгоне демонстрации точно использоваться не должен. Во-вторых, сам по себе факт проведения такого опроса весьма сомнителен. В армии мнение военнослужащего выслушивается во время проведения строевых смотров после команды. Замечания. Вопросы. Причем исключительно в устной форме. Письменные опросы в армии запрещены как таковые. Даже военные психологи составляют социологический портрет как отдельного военнослужащего, так и подразделения в целом, исключительно по личному устному собеседованию. Кремль поднял себе зарплаты, а стране пенсионный возраст почему те, кто причастен к государственным финансам, экономический кризис не замечают. Что касается выяснения степени лояльности военнослужащих к своим командирам или к политическому руководству страны, то для этого существуют органы военной контрразведки, особисты, как раньше называли сотрудников особых отделов. Но их методы работы особо не афишируются, уж точно они не предполагают письменных групповых опросов. Это все-таки не в ЦОМ, который открыто выясняет общественное мнение по тому или иному поводу. К слову, проведение опросов в армии сторонними организациями запрещено, впрочем, это правило не касается отдельных военнослужащих за пределами части вышел за ворота КПП и можешь отвечать на любые вопросы, не касающиеся боевой готовности. Опросы Министерства обороны все же проводят. Например, на своем сайте, который находится в открытом доступе. Понятно, что и вопросы там предлагаются соответствующие. Вот некоторые из них, по вашему мнению, является ли военная служба в ВСРФ престижной? 53,9% да, 24,6% нет. Считаете ли вы, что ВСРФ способны надежно защитить страну? 73,7% да, 9,7% нет. Как вы думаете, существуют ли сейчас военные угрозы России со стороны других стран? 75,3% да, 21,4% нет. Понятно, что в этом списке вопрос о применении оружия против мирного населения отсутствует как таковой, тем более что основные посетители сайта ОМО как раз гражданские. Военное обозрение, Путин военным, готовьтесь сбивать то, чего в мире еще нет. Военные новости, в российской армии появилось новое звание.